Девушки отдыхают Неделю назад компания «Рир Саров», выступившая с частной концессионной инициативой, предложила на рассмотрение депутатам новую концепцию концессионного соглашения в отношении Горводоканала. Этот проект предусматривает возможность привлечения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для реализации инвестиционных программ. С учетом этого, значительно изменилась и прогнозная сетка индексации тарифов на воду до 2039 года в случае концессии. Для реализации проекта потенциальному концессионеру необходимо, чтобы город изменил тарифную политику уже в текущем году. Предполагается, что в 2019 году в случае заключения концессионного соглашения будет снижен тариф на водоотведение, для того, чтобы в рамках действующего предельного индекса увеличить тариф на холодное водоснабжение. Еще раз повторяю, размер платы совокупно вносимой гражданами за коммунальные услуги при этом изменению не предлагается. На прошлом комитете решение депутаты не приняли. Они написали запрос в региональную службу по тарифам, в котором попросили РСТ в письменной форме обозначить юридические основания для обращения городской думы к губернатору по вопросу корректировки тарифов. РСТ полномочия представительного органа подтвердила. Но возникли новые вопросы. В частности, Дума получила письмо от градообразующего предприятия, в котором РФАЦНЕФ просит уточнить параметры нового проекта концессионного соглашения. Для того, чтобы, во-первых, определить, насколько злободневна потребность в заключении концессионного соглашения и насколько могут быть далеко идущие последствия этого решения, принято решение запросить вот те данные, о которых написано в письмене. Для формирования позиции по вопросу ядерный центр просит предоставить новую редакцию концессионного соглашения со всеми предложениями. Расчет индексации тарифов на период 2019-2039 годов. Прогноз динамики роста тарифов на этот же период в случае отказа от заключения концессионного соглашения, а также данные о техническом состоянии коммунальных сетей. Всю полученную документацию специалисты Департамента экономики ВНЕФ готовы рассмотреть в течение двух дней. После чего действующая при Думе рабочая группа в ускоренном порядке вновь обсудит проект решения. И при положительном вердикте вынесет его рассмотрение на ближайшую думскую сессию, которая пройдет уже в пятницу 30 августа. До начала нового учебного года остались считанные дни. И если ученики еще радуются каникулам, то для учителей начались рабочие будни. В театре прошла ежегодная конференция для педагогов школ, детских садов и сотрудников дополнительного образования. В ходе собрания подвели итоги деятельности, обсудили задачи и обозначили приоритетные направления и значимые проекты на ближайший год. Всего у нас с вами по указу президента от 7 мая 2018 года реализуются в Российской Федерации 12 национальных проектов. Они разделены по трем основным категориям. Человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. И дальше вы видите перечисленные эти проекты. Также на конференции педагогам рассказали о новшестве образовательных программ, о реконструкции лыжной базы, о ремонте 10-й школы и спортивного стадиона 14-й и 16-й школ. Большое внимание власти уделили строительству новым образовательным учреждениям. Хочу сказать один пример насчет инфраструктуры и области это понимают. И дать должное, конечно, и настойчивости администрации, и позиции губернатора по финансированию и ремонтных работ, и строительству новой школы номер 11, где на местный бюджет всего 1% денег лег от общей суммы. Задача власти обеспечить полноценный учебный процесс и его контролировать. Это все понимают, и поэтому бюджет у нас, больше половины бюджета городского у нас расходуется на нужды образования. По традиции на конференции почетными грамотами и благодарственными письмами отметили лучших педагогов, которые внесли большой вклад в развитие образования. Наталья Белова, педагог детской музыкальной школы имени Балакирева, женщина 50 лет, учит детей играть на фортепиано. За ее плечами большое количество выпускников, многие из них пошли по стопам своего преподавателя. Мне приятно, что отметили мою работу. Конечно, это очень почетно, такая замечательная конференция, столько прекрасных педагогов, моих коллег. После официальной части участники конференции смогли задать представителям власти интересующие их вопросы. После бомбардировок американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки появился меморандум Объединенного разведывательного комитета США, где были обозначены города Советского Союза, цели для атомной бомбардировки. Это было страшное время, когда в огне ядерного пожара могла сгореть целая страна. Наша страна. Неимоверным напряжением сил наша страна сумела в кратчайшие сроки создать оружие возмездия. И планы агрессора так и остались на бумаге. Про подвиг советских людей снял документальный фильм главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин. К созданию кино про первую советскую ядерную бомбу автор подошел со всей ответственностью. Большую помощь ему оказали сотрудники ядерного центра в НИИ. Он очень добросовестно создал группу экспертов. И они, и он им звонил очень часто, и они ему давали советы по различным моментам, которые касались для него не совсем до конца ясными. И таким образом этот фильм госкорпорации «Росатом» был сделан. В основу фильма легли архивные записи с воспоминаниями очевидцев и документальные свидетельства подготовки и испытания ядерного заряда РДС-1, которое прошло 29 августа 1949 года. Это важнейшее событие в истории страны. Много внимания в фильме уделено подготовке к испытаниям. Так, в 1945 году, еще до взятия Берлина, на освобожденных территориях собирались сведения о ядерных разработках немецких ученых. В Германию ездил и академик Харитон. Была направлена группа физиков, которой в частности был и я, в одном из маленьких городков. Мы обследовали кожевенный завод в одном из цехов. Там было около 100 тонн урана в общей сложности. 100 тонн урана примерно позволили нам на год сократить срок работы по созданию первой атомной бомбы. В КБ-11 работу начали в 1946 году. Помещения заброшенного монастыря стали первым местом, где работали прибывающие сюда ученые и конструкторы. Проект стал выдающимся достижением конструкторского бюро, ныне РФЦВНЕФ и всей отечественной атомной отрасли. Он сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира, ликвидировав атомную монополию США и положив начало созданию отечественного ядерного щита. Наша страна, потеряв 27 миллионов человек во время Великой Отечественной войны, не снимая шинели, наши родители вынуждены были начинать все сначала, но совершенно на новой технической основе. Это не просто атомная бомба, техническое устройство, вот оно, невелико богатство. Но в нем сконцентрирована вся сжатость формулы Е равняется МЦ квадрат, как вот Эйнштейн говорил. Здесь все. Прежде всего, это талант русского народа, который сделал атомную промышленность. Это реакторостроение, это добыча урановых руд. Дань уважения в фильме отдаётся не только конструкторам и испытателям. Большой вклад в создание атомной бомбы внесли разведчики, в том числе и граждане других стран, которые по своим убеждениям передавали секретные сведения советским учёным, осознавая важность равновесия в вопросе владения атомным оружием. Это Клауса Фукс, это же тому ярчайший пример. И много других разведчиков, я их не назову разведчиками, это гуманисты. Ну, на самом деле, вот настолько притягательной идеей социализма была в то время, что, вообще говоря, вот мы получили бесценные сведения, которые позволили нам сократить во многом сроки бомбы. Затаив дыхание, фильм смотрели и маленькие зрители, и взрослые горожане. Те, кто отдали годы своей жизни работы в ядерном центре и члены их семей. Просмотр нового документального фильма о создании бомбы оставил неизгладимые впечатления. Я-то собрался увидеть людей, которые участвовали в испытаниях. Я работал с ними с 1955 года. Я был молодой специалист, прибыл. Вот хотел увидеть. Ну, а так, в общем, все здесь правильно сказано. Просто хорошо, искренне, четко, ясно, показано. Вот, просто замечательно. Посвящает вот та энергия, та способность. Вот, в то время, особенно, когда все было мобилизовано на исполнение вот этой задачи. Решено было. Спасли мир, спасли людей. Хороший фильм. Даже хотелось бы подробнее. Ну, и так достаточно. Увидели людей, которые все создавали. Какое самопожертвование. И какая боль за страну. Берет гордость за нашу страну, за нашу Родину. Создание РДС-1 дало толчок к развитию новых направлений фундаментальной и прикладной науки. Появлению новых отраслей промышленности заложило научные школы. Оно стало фундаментом технологического лидерства атомной отрасли России в целом во многих отраслях науки и производства, которое сохраняется сегодня. 900 миллионов рублей выделят из областного бюджета на все муниципалитеты региона в рамках проекта «Вам решать». В каждом будет реализован один социально значимый проект, за который проголосует большинство жителей. Деньги разделят в зависимости от численности населения от 10 до 100 миллионов рублей. Наш город получит 25 миллионов. Всего Саров представил четыре идеи. Предложение сначала высказали представители департаментов культуры, образования, городского хозяйства и управления архитектуры. На официальном сайте администрации была дана информация. Пожалуйста, можно было как-то и населению поучаствовать, и каждый мог высказать свое мнение, какой бы проект он хотел видеть. Поэтому администрация города Сарова, собрав все предложения от департаментов, доработала, отработала и направила данные проекты в Министерство финансов Нижегородской области. Первый проект – современные детские площадки. 25 миллионов рублей предлагают направить на устройство площадок с безопасным покрытием в детских садах. Проект «Зато Саров яркий» предполагает приобретение и установку светового декоративного оборудования, элементов постоянного и праздничного освещения улиц. Это позволит улучшить облик города и повысить посещаемость общественных пространств. Дополнительное освещение сделает более комфортным пребывание на улице в темное время суток. А еще есть проект «Зато Саров доступный». В случае его победы 25 миллионов пойдут на покупку пяти новых автобусов, оборудованных всем необходимым для перевозки инвалидов. Сейчас в городе всего два таких автобуса, остальные уже изношены и не могут быть переоборудованы. И в случае реализации именно этого проекта наш город станет более комфортным и доступным для тех, кто передвигается на инвалидных колясках, пенсионеров и мам с малышами. Четвертый проект «Городское лето в парке» предусматривает приобретение и установку трех механизированных аттракционов «Бумеранг», «Ермак» и «Слалом» в парке культуры и отдыха имени Зернова, который заменит устаревшие аттракционы. Познакомиться с проектами можно на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Голосовать можно там же с 1 по 15 сентября. Голосование будет проходить по СМС-голосованию. Там надо ввести номер своего телефона. СМС придет на телефон и после этого надо проголосовать. Чем больше население проголосует за проекты города Сарова и наибольшее число голосов, которые проект наберет по городу Сарова, тот и будет победителем. Также проголосовать можно в первые две недели сентября в МФЦ. Проект «Победитель» будет реализован в нашем городе в 2020 году. Подробности по телефонам 9-90-14 и 9-90-20. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Саровском драматическом театре полным ходом идут репетиции. Декорации, костюмы и реквизит. Почти все готово к началу нового сезона. Его откроют детским спектаклем, как ежик и медвежонок протирали звезды. Режиссер Георгий Бобль взял за основу сказки Сергея Козлова. Собрал из семи, по-моему, сказок Козлова. То есть такая укомпоновка получилась. Про дружбу в первую очередь и про мечту. И про то, что надо ей, несмотря ни на что, все-таки следовать. В постановке режиссер рассказывает трогательную историю о том, как однажды ежик, медвежонок и зайка собрались вместе, чтобы посумерничать. Маленькие зрители вместе с главными героями услышат шелест травы и песню ветра, увидят, как загораются звезды и парят облака. Постановка наполнена музыкальными и хореографическими вставками. Спектакль украсит воздушные декорации и множество световых эффектов. Спектакль про любовь, дружбу и мечту не оставит никого равнодушным. Для детей это веселое приключение. А для взрослых – возможность вспомнить детство и пусть ненадолго побыть с ребенком, побродить в тумане, послушать тишину и забыть о повседневной суете. Пару моментов я себе позволил вставить, скажем так, юмор, который дети, может быть, и не поймут, а взрослых хотя бы улыбнет. Для молодого режиссера это дебютный детский спектакль. Постановка сказки далась нелегко. Удержать внимание ребенка – непростая задача. Для маленьких зрителей, в отличие от взрослых, нужно больше эмоций и динамики. Поначалу у меня взрывался мозг, потому что то, чем у меня сейчас учат, назовем это по школе, вот для детей все не по школе, вот вообще. То есть все динамичнее, все ярче, ну, грубо говоря, все плюсуется немножко. Сказочную историю, как ежик и медвежонок протирали звезды, можно увидеть в театре с 21 сентября. Артисты также выступят в детских садах города с короткой версией постановки. В сентября стартует еще одна премьера сезона от московского режиссера Сергея Кутасова. Лирическая комедия «Русский медведь» по пьесе Бориса Рацера расскажет смешную и сентиментальную историю о детях и родителях, об одиночестве и любви. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 68 талантливых школьников из 24 регионов России, а также Армении надолго запомнят экспедицию в таинственный мир Арктики. Организовали поездку школы «Росатома» и сеть информационных центров по атомной энергии. Шансы отправиться в путешествие на редоколе получили лучшие из лучших. Впечатления невероятные, потому что, ну как мы все привыкли слышать, что просто белые льдины, и там где-то ходят и машут нам ручками белые мишки. Но нет, это совсем не так. Я увидела невероятно большие, например, голубые, бирюзовые льдины. Я увидела, как ледокол раскалывает лед под нами. Это тоже было невероятно. Школьники еще долго будут под впечатлением от поездки. С 13 по 22 августа юные исследователи путешествовали по Северному полюсу. Познакомились с капитаном ледокола Дмитрием Лобусовым, насладились нежными пейзажами, проверили школьные знания и поучаствовали в мастер-классах. Школьники получили много полезной информации от знаменитых спикеров. С нами был Валдис Пельш. Он нам показывал... Он как раз снимал там свой документальный фильм. Он нам показывал прошлый документальный фильм, мы ему задавали какие-то вопросы. Программа путешествия включала в себя как образовательную, так и развлекательную часть. За три дня работы киномастерской «Ледокол Пикчерс» юные путешественники успели примерить на себя роли режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров. Участники побывали на творческом вечере народной артистки России Еленой Яковлевой. Пообщались с актрисой Анастасией Макеевой и блогером Русланом Усачевым. Саровчанке особенно понравилась подготовка флешмоба, которую снимали на Северном полюсе. С нами работал танцор, победитель первого сезона, танцовый тентель Шадшабаев, продюсер «Десять песен антимых городов» Тимур Ведерников. Мы пели, танцевали, репетировали. И уже когда приплыли на сам Северный полюс, не только фотографировались с флагами и прочее, мы танцевали эти флешмобы. Участники экспедиции присоединились к празднованию Дня государственного флага. И развернули на Северном полюсе полотно триколора размером 12 на 18 метров. Юные пассажиры увидели острова Архипелага, земля Франции Иосифа с птичьим базаром в бухте Тихой, айсберги и новую землю. Школьники успели познакомиться с дикими животными Северного полюса. Марьяне посчастливилось увидеть белых медведей и моржей. Один из них, допустим, он перед нами позировал и потом плюхнулся в воду перед нами. А на другом литнике мы увидели целое севейство моржей и довольно-таки долго за ними наблюдали. На протяжении всей программы участники получали призы от спонсоров и организаторов экспедиции. Но самое главное, по мнению саровчанки, то, что дети увидели красоту Арктики, отключили интернет, оторвались от социальных сетей и непрерывно общались. Ребята завели себе много друзей с разных уголков страны, с которыми и после путешествия поддерживают связь. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. «Мир не без добрых людей» – так называется короткометражный фильм, который создали воспитанники медиастудии «Фристайл» детской школы искусств номер 2. Ребята написали сценарий, сняли все на камеру и смонтировали. На фестивале Cinema Kids в Белоруссии фильм «Мир не без добрых людей» был награжден дипломом лауреата третьей степени в номинации «Лучший сценарий». Проект уникален, наверное, тем, что там всяким образом пропагандируется именно доброе кино, кино, которое несет свет. Организаторы, они очень воодушевленные люди, они так радуются за то, чтобы дети наши смотрели только доброе кино. На создание фильма «Мир не без добрых людей» ушел всего месяц. Снимать кино приходилось быстро и сразу на нескольких локациях. Пришли в торговый центр и как бы снимали там сцены, где мальчик просил подаяния. У нас для этого был из реквизита у нас была картонка с надписью, коробка. Мы, значит, всех рассадили и начали снимать. Рядом проходили люди и тоже, как бы, они не знали то, что это съемка, но они все равно проходили, клали деньги. И нас это приятно удивило. Фестиваль Cinema Kids проходил в два этапа – заочный и очный. Наочным ребятам предстояло за два дня написать сценарий к еще одному фильму, снять его и смонтировать. Каждому участнику была отведена своя роль в кино. Кто-то был актером, кто-то сценаристом, оператором и монтажером. Режиссером короткометражного фильма «День сурка» выступила Полина Забродина. Вот в эти два дня приходилось снимать очень много кадров. Тебе нужно было собрать всех актеров, они все разбредаются, как муравьи. Тебе приходилось их собирать, ставить на место, говорить, что ты хочешь от них увидеть, какие эмоции они должны показать. Всего в фестивале приняло участие более 300 фильмов со всего мира – России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Литвы, США и других стран. Все работы можно посмотреть на официальном сайте фестиваля Cinema Kids. Мы очень любим петь, и я пришла заниматься сюда вокалом. Даша Романова на день открытых дверей в клуб «Восход» пришла вместе с мамой. В свои пять лет девочка уже точно знает, что хочет заниматься вокалом и выступать на сцене. По словам мамы Даши, у ее дочери большое звездное будущее. Даша у нас как-то услышала, как детки поют, начала пробовать сама. Мы заметили, что получается у нее довольно-таки неплохо. Нашли клуб, пришли и записались в вокальную студию «Радуга». Вокальная студия «Радуга» под руководством Марии Веслобоковой существует уже больше шести лет. За это время воспитанники студии становились призерами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов. В коллективе занимаются ребята разного возраста. Самому маленькому участнику пять – взрослому пятнадцать. Наша студия уникальна тем, что мы поем песни не только современные, но и народные, также классический репертуар у нас. Также наши дети учатся правильно петь, то есть фразировка, правильное дыхание, что немаловажно сейчас. После выпуска юные вокалисты не заканчивают свою музыкальную карьеру. Некоторые из них отправляются учиться в другие города. А для тех, кто хочет провести свободное время с пользой, на дне открытых дверей рассказали об игротеке. Мы с ними ставим сказки, спектакли, викторины проводим, интерактивные программы проводим, ставим танцы. То есть деятельность такая достаточно обширная с ребятами. Мы с ними мастера на все руки. Кто что умеет, тот кто показывает, мы ставим. То есть все это такие задумки-задумки и превращаются в большое мероприятие. Также гости вечера узнали о деятельности клуба, познакомились с педагогическим коллективом, поиграли в интерактивные игры и спели песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. В начале сентября откроются новые студии, изобразительное искусство, на занятия в которую приглашают всех желающих. Юные поклонники творчества Пушкина собрались, чтобы вспомнить биографию великого поэта. Сотрудники библиотеки познакомили гостей с интересными фактами из жизни Александра Сергеевича. В этом им помогли воспитанники православной гимназии. Программа вечера состояла из литературно-исторических зарисовок воспоминаний. Сама композиция действительно несла очень много фактов, малоизвестных фактов из биографии писателя, поэта. Не всегда об этом говорят в школе, наверняка об этом не знают ребята. Мы очень надеемся, что они сделали настоящее открытие для себя. Открыли Пушкина не просто поэта, а Пушкина христианина и человека. Участники подготовили воспоминания о Пушкине – Жуковского, Достоевского, Цветаева и Николая I. Последний покровительствовал Пушкину на протяжении всей жизни поэта. Роль императора исполнил Алексей Киршин. Школьник долго готовился к выступлению, изучал биографии, подбирал образ и заучивал реплики. У меня было две роли – Николая I и Алексея Хомякова. У Николая I было очень трудно играть по политическим убеждениям своим, а Хомяков очень прост. В августе завершился конкурс «Пушкинский цитатник», который проходил в рамках проекта «Пушкин и православие». 30 из 100 участников стали победителями. Им вручили грамоты и книги, которые связаны с пушкинским наследием и литературу православной тематики. Лучшие конкурсные работы вошли в виртуальный библиотрансформер. Пособие доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. Уликательное спортивное состязание, в основу которого заложена команда образования. И сегодня здесь 18 команд из разных подразделений нашего ядерного центра. Праздник силы, ловкости и духа при поддержке комиссии по работе с молодежью правком Орфе Ацнеев прошел в десятый раз. 250 участников собрались на территории детского оздоровительного лагеря имени Гайдара, чтобы насладиться спортивным соревнованием. К юбилейному осеннему марафону готовились особенно тщательно. Организаторы подготовили для сотрудников много сюрпризов. Водные аттракционы, праздничный салют, огромные деревянные кубики Никитина, которые создавались руками молодежной комиссии. В десятый юбилейный мы действительно решили сделать праздничным и красивым. Была изрядка со звездой, о которой мы очень долгие годы мечтали, и в этом году она у нас получилась. Были фейерверки, и был исполнен очередной раз наш гимн. И сегодня действительно больше, чем когда бы то ни было команд. Хочу сказать, что в 2009 году мы начинали с пяти команд, а в этом году у нас 18 команд. Хотя при расчете нашем считается, что больше 16 команд осенний марафон принять не может. Но даже здесь мы нарушили правила. После торжественного открытия капитаны получили маршрутные карты. Марафон традиционно прошел в два этапа. На игровых точках команды соревновались в беге, отжиманиях, прыжках и плавании. Далее молодых специалистов ждал команда, образующий квест. Традиционное завершение вечера, творческие номера и награждение победителей. Вовлечение в спорт, развитие креативности и сплочение коллектива – главные задачи марафона. С каждым разом желающих попасть на осенний марафон все больше. Гостями юбилейного слета стали представители ОКБМ имени Африкантова. Команда из Нижнего Новгорода участвовала в марафоне два года назад и увезла с собой массу положительных эмоций. У нас идет команда образования непосредственно своей командой, которая у нас представитель от предприятия. И когда мы соревнуемся, проходя данные этапы, мы не соревнуемся друг дружкой. У нас идет как бы просто веселье. Мы заряжаемся просто эмоциями. Ежегодно сотрудники атомной промышленности показывают слаженную работу и выносливость в различных испытаниях. Несмотря на спортивный азарт и конкуренцию, команды помогали друг другу на всех этапах марафона. Делали забавные фотографии и делились впечатлениями. В любом спорте тренеры обращают внимание правилам падения. Именно падая дети получают тяжелые травмы – вывихи, растяжения и переломы рук. Этих последствий можно избежать, если уметь вовремя сгруппироваться. Правильное падение стало одной из тем обучающего мастер-класса для учителей физкультуры от заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Ребенок же общается с учителями в первую очередь и очень много проводит время с учителями физкультуры. А они обязаны проводить работу по профилактике травматизма, потому что у нас травматизм очень много. Падений, а ребенок и взрослые падать не умеют. Также Виталий Михайлов рассказал педагогам, что такое самостраховка. Он продемонстрировал несколько приемов, с помощью которых дети смогут чувствовать себя более уверенно на скользких дорогах, на занятиях физкультуры, спортивных соревнованиях и туристических походах. Дело, я думаю, хорошее, потому что уже приелась легкая атлетика, спорт игры, гимнастика, учителя боятся давать много травм, а здесь что-то свежее. И для просто научиться падать это нужно как и детям, даже пожилым людям. Каждое занятие приносит пользу и какие-то новые навыки, знания, тем более специалисты высокого уровня класса показывают нам это. Чтобы знания у слушателей мастер-класса со временем не пропали, Виталий Михайлов разработал специальное пособие. В брошюре, которая всегда будет под рукой учителей физкультуры, он подробно и на примерах расписал, как можно избежать травм при падении. В этой брошюрке написано, сколько происходит травм, детский травматизм. Просто ужасающие цифры. Дети ломают руки, ноги, голову расшибают. И если их обучить, я думаю, половину уменьшится травматизм. В планах у Виталия Карловича проводить мастер-классы не только для учителей физкультуры, но и для воспитанников детских садов, школ и студентов. Подходит к концу второй круг чемпионата города по футболу. В очередном матче сошлись «Энергия», в состав которой вошли игроки обеспечения «Рафяцвнеев» и «Арсенал». Эти две команды – давние соперники. Сейчас они находятся в середине турнирной таблицы чемпионата. В ту и другую сторону есть и острые атаки, и хорошие проходы, красивые комбинации. Судя по очкам, судя по таблице, игре ни у нас, ни у соперника, на данный момент нет шансов победить во второй группе. Сейчас «Энергия» испытывает проблемы с игроками. Есть травмированные. Часть спортсменов разъехались в отпуска. Мало защитников. В основном на поле выходят нападающие. И здесь на помощь приходит поддержка и взаимовыручка. Командная игра как-то сложная. В одном матче один, в другом другой. Командой стараемся играть. В данном матче вот сейчас уже несколько раз вратарь отличился и спас команду от неминуемых голов. Двух, скажем так. После первого тайма счет на табло показывал безголевую ничью. Затем «Арсенал» забросил мяч в ворота соперника. Получив преимущество, игроки бросились в атаку с новыми силами. Пока низкая реализация моментов голевых. Но моменты создаются. Я думаю, дальше нормально все будет. Дальше забьем, создадим и забьем еще. И повезем в итоге. В результате матч закончился победой «Арсенала» со счетом 4-2. Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата города. Игроки настроены бороться за призовое место.